Второе поколение лауреатов премии «Петрополь». Оля, это фантастика. Совершенно непонятно, как эта премия столько лет существует и продолжает радовать, я надеюсь, своих лауреатов. А представит и вручит ваш постоянный гость, поэт-драматург, директор музея Веноплатова, Валерий Костин. — Я вообще человек очень с слабой волей, с слабохарактерами. Вот лето было, я думал, похудею. И ставил какую-то задачу похудеть, как видите, без результата. Вот так же у меня складывается судьба с некоторыми творческими произведениями. Я никак не могу заставить себя прочитать «На двумя сто лет одиночества» или «Осень патриарха». Я никак не могу заставить себя посмотреть фильм «Высоцкий. Спасибо, что шел». Я никак не могу заставить себя прочитать поместь «Опленирусь». Похороните меня за пленирусь. Ну никак. Потому что второй раз я этого не переживу. То есть эти произведения наложили, когда я их прочитал в первый раз, такой сильный отпечаток в моей душе, что я понимаю этот сгусток любви и боли, страха и веселья, но просто не под силу. И я понимаю, что в этом не только заслуга автора, но и заслуга читателя. Потому что когда я первый раз читал книгу «Похороните меня за плентусом», я читал ее с огромным количеством сносок, дополнений, дополнений собственной жизни, собственного детства. Книга ввела меня в состояние, когда я ощутил и почувствовал вкус своего детства, почувствовал себя ребенком со всей абсурдностью, со всей любовью, со всеми страхами, за что я безмерно автору благодарен. Пережить, оказаться опять в смеси его молодости, моей молодости, для меня это была большая радость. Книга еще позволила мне смотреть на мир глазами ребенка. Понимаете, раньше я видел мир глазами ребенка только глазами своих детей, за что я чудовищно благодарен. Знаете, однажды я шел по улице, там открывали Пышечное. И моя маленькая дочка трехлетняя, когда узнала, что Пышечное, она говорит, «Пап, дайся поедим». Я говорю, слушай, нет, но это не самая полезная еда. Она говорит, «Пап, представляешь, я ни разу в жизни, я ни разу в жизни не ела Пышечное». Понимаете, это, я вдруг понял, что рядом со мной человек, который многого ни разу в жизни ничего не чувствовал и не видел. И вот эта книга заставила меня снова посмотреть на мир глазами ребенка. Понимаете, я вместе с героем этой книги смотрел, как вырастает мама в УПРе, или как стучится Рудик в дверь и пытается ее вырунуть при помощи телефонного звонка. Вот это невероятное ощущение мира глазами ребенка, созданного в этом приведении, меня потрясает. Я за это тоже наражаю автороглобную благодарность. Можно даже вручить ему письмо. Нет, подожди, я еще не закончу. У меня еще много благодарности. За которую, следующий пункт, я благодарность не буду говорить, потому что, ну, одном из сильных потрясений книги был страх смерти. Знаете, вот страх смерти ребенка. Когда ребенок познает и понимает, что он смерть. И в этой книге, конечно, это написано так сильно и выражено так ярко, что, конечно, это потрясает. За это благодарить не буду, но зато за вторую благодарю вдвоем раз в мире. Конечно, слава Богу, не смерть является главным героем книги. Главным героем книги, конечно, является любовь. Понимаете, это гремучая любовь бабушки к внуку, внука к бабушке. Понимаете, до слез прошибает, когда он говорит, баба, баба, может ее вызвать врача? Так по-детски, так удивительно. И эта замечательная матершинница так любит своего ребенка безумно совершенно, какой-то самочуверенную любовью. И ты понимаешь, что это вот эта вот гремучая смесь любви и к своей дочке, и к деду, и везде эти нюансы, ты чувствуешь, ты чувствуешь, как и дед любит этого ребенка. И, конечно, и, конечно, опять-таки, ссылка к собственной жизни, вспоминания отношений со своими родителями. Поэтому огромная благодарность и за эти нюансы любви. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить и Колю Пиканчука, и Павла Садаева за сегодняшнюю абсолютно бессонную ночь, потому что всю ночь я читал второй раз «Похороните меня за Плентусом», потому что я не мог не прочитать. Ситуация обязывала. Поэтому большому спасибо. Я хочу пригласить Павла Садаева сюда и вручить ему премию. Решением совета учредителей получается художественная премия Петрова за книги «Остросовременные прозы. Похороните меня за Плентусом» и «Нулевой километр». Спасибо. Спасибо. «Нулевой километр, все-таки это фильм, но книга по нему это...» Удивительное, кстати, явление. Книга была написана по фильму. Это просто продюсер просили, и надо было хоть как-то отбивать, а не фарш. Давай еще книжку, садись по-быстрому туда. Не по каждому фильму снимают. Вот, спасибо большое. Я ничего тоже не знал про эту дремию, к сожалению. Ну вот, со словом, я знаю, что у всех четких пацанов такая и есть, а у меня до сих пор не было. Поэтому спасибо, что приняли меня в четкие пацаны. Вот, это первый мая, это второй мая. Я коротко очень хочу сказать такую маленькую историю, которую Петербург нам навеялось сегодня. Значит, вот для всех, кто читал «Похороните меня за Плентусом», но еще, может быть, как-то не обращал внимания, не знает, есть еще вторая книга, называется «Кроника раздолба». И там есть очень яркий персонаж, такой Мартин его зовут. Это совершенно был реальный человек. Мой товарищ звали его в реальности Юлий. Он про себя с гордостью рассказывал, что он носитель польской дворянской крови. Он очень, так, я польский дворянин. И при этом у него были такие замашки, что было понятно, это там, в 88-й год, когда мы тут жили, и мы приходили в какой-нибудь такой советский ресторанчик и что-то там. Котлет или борщ? Советская ленивая обслуга совхоза, совершенно не понимает, как надо обращаться с человеком польских дворянских кровей. Вот в таком духе, значит, он общался. И у нас в институте на первом курсе, это сценарный будет ГИКа, на каникулах осенних, по-моему, было такое задание. Нужно было на три недели поехать в любой город, в любую выбранную точку географическую, давали 40 рублей. Значит, надо было поехать, прожить там три недели и про это что-то в свободной форме написать. Видеть не в таком, как запись, как набросок, вот все что было. Ну, я выбрал Петербург, вот, получил 40 рублей в бухгалтерии, собирался уже ехать. И как я себе представлял? Ну, 40 рублей. Я думаю, я сниму какой-нибудь подвал, ну, что, значит, на три недели 40 рублей, я буду там макароны, гречка, какая-то две банки тушенки. А и вот я такой жизнью, значит, бедного студента, там, три недели проживу, и вот напишу, это какая-то будет, наверное, достоевщина какая-нибудь, что-то такое вот. И уже перед выездом мне звонит этот Юлий, говорит, он очень так специфический, этот корон, я хочу спросить, а что ты сейчас делаешь? Я говорю, ну, я собираюсь в Петербург и рассказываю ему, ну, в Ленинград тогда сейчас куда-то еду, значит, у нас 40 рублей. Он говорит, ну, я поеду с тобой, мы будем там вместе это все делать. Я говорю, ну, ты не понимаешь, что у меня 40 рублей, я там буду жить в каком-нибудь подвале. Нет, послушай, ты вообще нифига не королик, ты не понимаешь гедонизма, и собираешься написать какое-то дерьмо, которое никто не будет читать. Я тебе предлагаю следующее. Мы поедем не на три недели, а на три дня, поселимся в лучшей гостинице и за два дня все эти деньги дико прокучили. Ну, я говорю, подожди, а про что я буду писать? Ну, правильно ты и напишешь. И мы поехали, значит, в Питер, причем мы как дикие короли начали уже на вокзале и вошли в поезд. Я вот никогда не забуду, больше такого не повторялось. Значит, мы что-то веселились, шли, и вот мы спокойны, мы не бежали. И мы вошли в поезд, вот мы переступили порог вагона и поезд в Майн Тронес. Он сказал, о, слушай, ну, мы сразу же как дикие короли начали, мы вот дико пунктуальны. Мы приехали в гостиницу, тогда называлось отель «Европейская», и есть ли у вас номера? Причем тоже надо понимать, что это 88-й год, значит, это все интурист, какие-то туристы, это интуристовская гостиница. И как такие? Ну, что мы там вот так с улицы зайдем в гостиницу такую? Ну, конечно, я же в гостиных кровей и мы должны. Значит, мы заходим, есть два номера, значит, есть за 25 рублей полулюкс, и есть за 9 рублей с умывальником. Он говорит, ну, с умывальником окей. Значит, мы берем номер за 9 рублей с умывальником, после чего идем, там такой был ресторан «Крыша», значит, с какими-то пальмами, и мы в два часа дня заказываем бутылку шампанского, и я сижу, я вчера собирался жить в подвале, значит, питаться макаронами, а сейчас мы тут сидим в ресторане «Крыша», значит, и пьем шампанский. И у меня только мысль, так, оказывается, можно. И вот этот персонаж оказался совершенно прав, я правильно написал про все, получил пятерку, а спустя много лет он стал героем моей второй книги, и, в общем, оказалось, что он был прав второй раз. Вот, поэтому огромное еще раз спасибо за время, и напоследок огромная просьба у меня вот ко всем. Я обратил внимание, очень многие, кто выходит, говорят такую фразу, которую часто мы слышим от творческих людей, от людей, «Времена сейчас тяжелые, сейчас очень тяжело, вот нам же тяжело, вот сейчас у нас темные времена». Ребят, темные времена — это был 1941 год, вот это были реально темные времена. И даже в те времена, говорили, брак будет разбив, победа будет залив. Поэтому давайте мы все-таки как-то будем оптимистичнее. И на это оптимистичнее. Прежде чем вручить мешочек, пользуясь, опять же, присутствием огромным количеством свидетелей, вот уже с 2012 года мы каждый год ждем «Хроники раздолбаем-2». «Хроники раздолбаем-2». Когда они выйдут на конец? Сейчас, какой год у вас? «20». «20». «22». «Ты все слышал? «22». Ну хотя бы хоть какое-то, да? 8 лет он каждый год презентует эту, говорит, вот, 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 сейчас, вот, вот. А все хотят знать, чем кончилась эта история, вот с этим человеком. Совсем. В польских краях, в конце концов. Все, друзья мои, это очень полезно, что мы услышали этот ответ. «Хоники, но это очень полезно». что их в этот момент...»